всем привет дорогие друзья с вами алексей продолжаем прохождение этого вархаммер за бретонию и так прошлый раз мы потерпели поражение тут от этих двух армии мы сократили их численность но также и они подрядили наши наши войска на данный момент у меня приход по деньгам 2000 заход и 3 760 у меня есть наличие что у нас сейчас давайте сделаем небольшой обзор что у нас здесь сейчас на данный момент происходит собственно курон строится здание глинник который даст нам так нет она разрушается она разрушается и после этого там будет построено здание сейчас вам покажу вот вот эта кузница которая даст возможности нанимать более эффективные лучшие войска далее что еще здесь можно построить далее надо нам будет вот в этом замке арту а улучшить непосредственно городок для этого надо чтобы это было не так дорого перевести вот вот эту девушку она дает нам минус 20 к стоимости построек так как 3 200 да ну в принципе надо перевести ладенько ну на данный момент тогда раз у нас тут кое-какая кое-какое затишье до войска восстанавливаются вот тут больше особо и нет давайте промотаем ход и посмотрим как как походит компьютер что он будет делать и собственно говоря сами уже будем постараться накапливать войска чтобы все-таки захватить эти провинции дабы не было от них лишних каких-то проблем и шумов так империя империя нашего союзника напали фон карштайн вступить войну на стороне союзника ну так как фон карштайн они далеко до меня им не добраться до можно вступать в войну по сути дела на стороне союзника дабы не разорвать тут какие-то союзнические отношения надо все-таки на помочь им так вот видите армия тут переходит на наступление надо создавать две две армии себе так пир доход от промышленности плюс 20 процентов все регионы это круто это круто давайте мы а вот вот эту девушку то с одной стороны надо сюда разместить а с другой стороны поважнее наверное будет все таки построить здесь вот вот это вот здание c так не тут кстати говоря не тут вот вот это вот здание цена требуется 4000 естественно если я размещаю будет стоить теперь уже не 4000 а 3200 насколько я понимаю да ну 800 рублей это 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 хорошо 800 рублей сэкономить это хорошо собственно дальше войска из этого замка надо переводить вот сюда потому как здесь я особо знание кого-то не могу дату меня только экономические здания тогда а здесь я могу все-таки нанять войска тем более через три хода я смогу наполнить ополченцы пиши оруженосы ополченцы с копьями и считаю да что собственно говоря очень хорошо обвинять здесь не сильная такая армия думаю что она особо никуда не продвинется а вот 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 этим вот персонажем можно бы постараться ее задержать да это по чести будет в минус но шанс успеха действий герой пути успешно задержал вражескую армию и скрылся хорошо налоговая ставка плюс 12 процентов это провинция кстати говоря посмотрите к вот этот вот персонаж у меня стал все лучше и лучше прокачанным быть дополнительно причиняемая потеря 18 процентов это у меня тот персонаж который бегает в основном и наносит соперником урон далее давайте посмотрим какие тут у него показатели опыт отрядов плюс один для всех новобранцев дополнительные причиняемые потери вот кстати говоря вот вот это вот вещь хороша шанс убить цель этот тренировки сопротивление скверни вот собственно говоря так что давайте мы сейчас так время сопротивление осаде стоимость найма дополнительные изменения общественных чужая провинция давайте сделаем стоимость найма это будет чисто для того чтобы вот потом можно было взять героя вот этот навык да и вот этот у меня персонаж будет заниматься тем что он будет уничтожать пытаться уничтожать вражеских соперников что тут стало с армией соперника с армия соперника тут особо ничего не осталось но она задержана перемещаться на большие расстояния уже не сможет поэтому давайте проматываем ход заодно восстановится ну в этой армии мои основные войска они восстановятся и я постараюсь напасть на эту армию дабы ее задержать дабы и уничтожить точнее конечно же задержал я пока вот своим вот этим вот паладином так ну что куда он походит куда он будет двигаться что будет а вот он хитро поступил он пригнал сюда еще одну армию и теперь я зажат как бы в замке собственно говоря это это с одной стороны хорошо с другой стороны плохо сейчас разберемся почему вражеская армия которая гуляет начал по саму смотрите это внутри у меня там стены да и им чтобы осадить меня там ну придется туговато давайте вот посмотрим гарнизон видите тут у меня иконы йомины и стрелки и как бы хватает армии собственно да это армия которая находится у моего генерала а нет так тогда разберемся а это курон все верно я думаю что такое показывает две армии это армия курона ополчение до которой сидит а это ангель ну в принципе нормально учитывая что есть стрелы стены есть стрелки и в этой армии у меня тоже есть стрелки и конные стрелки в этом плане все хорошо единственное сейчас давайте оценим армии соперника и паладином будем будем все таки положительный исход это заказное убийство заказное убийство мало процент успешно задержал вражескую армию видите что тут от нее осталось ошметки а если я попытаюсь выйти давайте посмотрим соотношение сил ну учитывая что наполченцев с копьями особо не приходится надеяться до плюс у меня лаура бесед у меня нет основного персонажа он у меня сейчас немножечко немножечко мертв а здесь бич зверолюдов адельхард 8 уровня наверное пока не стоит выходить из замка пока будем будем как бы немножечко подождать вот персонаж мой и он как раз таки прокачался можно героя сейчас 8 процентов увеличения шанса убить цель хорошая вещь хорошая далее вот эту девушку мы переводим вот сюда следующим ходом буду размещать и построю в замке арту а вот наконец-то городок городок а здесь так здесь у нас еще два хода и как раз таки нанять лорда где тут мой лорд через два хода то есть одновременно у меня произойдет очень хорошая вещь первое построится здание вот вот это вот а второе я найму лорда и соответственно этому лорду уже буду нанимать нужные для него войска в общем все будет у нас хорошо сейчас мы тут плюсики по деньгами идут еще да тоже нормальненько так я думаю что с этими ребятами я справлюсь без каких-либо проблем нападать им на замок не выгодно потому что за стеной я наверняка с ними разделаюсь стоять ждать я буду своим паладином потихоньку вырезать потихоньку тем самым качая паладина и вырезая вражеские войска которые находятся на моей территории они не могут восполняться вот еще здесь он стоит здесь он восполняться может так они вышли из леса они вышли из леса ну вышли и вышли как бы да давайте расположим в любом случае с одной стороны нужно денежку собирать а с другой стороны в любом случае прокачивать замок надо это даст дополнительную ячейку и тут различные еще бонусы урон один ход все верно далее далее пытаемся мы продолжаем вернее не пытаемся продолжаем так а что если попробовать убийство какой процент вот уже 47 процентов ну убийство шанс на успех действия представляет собой сумму базового шанса и всех эффектов ну давайте не справился с заданием жалко но тем не менее он прокачался и это это здорово d300 у меня по деньгам так что у нас тут еще доходы промышленности плюс 20 процентов доходов налетов налетов мы не совершаем но доходы промышленности минус 25 процентов то есть через сколько осталось ходов 1 а этих 8 вот через один ход этот добавь минус 25 процентов спадет это круто это круто я хотя бы смогу я хотя бы смогу уже более под накопить день уже до более под накопить денежек основной персонаж я нанимаю в куроне сразу же потом ему буду нанимать войска и собственно собственно пойду атаковать пойду атаковать отходит отходит все верно он понял что ничего тут не светит а а вот этот вот остался что очень и очень занимательно вот этот персонаж остался он отошел потому что надо восполнять войска мой основной персонаж вернулся и давайте подумаем как тут нам лучше поступить так вражеская армия что у нас тут 55 процентов сорок три процента что здесь вообще за войска в принципе они немногочисленные тут за исключением что вот есть какие-то военные пилигримы да но они тут немногочисленные их можно расстреливать конными лучниками давайте нападение за войска сделаем успешно сдержал в райскую армию и скрылся это прекрасно вот войска уменьшены немного и теперь и теперь давайте будем атаковать и теперь давайте будем атаковать видите у меня тут стоит хуже в мою сторону баланс силу просто потому что у них тут персонаж восьмого уровня его будет крайне сложно победить и собственно так войска немножко прокачены плюс присутствие пилигримов навевают на мысль что нам будет тяжеловато воевать но тем не менее я буду командовать битвой и так и так и так магия 21 в принципе достаточно мне хорошо начать развертывать единственное преимущество которое мне надо постараться реализовать это наличие у меня конных лучников и вот вот этот момент мне надо постараться реализовать потому как это дает очень очень хорошее преимущество у них по качеству войска лучше плюс персонаж очень жесткий но я буду постараться я буду постараться так я буду постараться так он войска так все у меня есть магичка которая тут может колдовать защита в ближнем бою атака в ближнем бою можно как раз таки копейщиком будет или конником наколдовать вот стоим здесь и в принципе начинаем битву задача моих конников постараться вынести пилигримов пехота с мечами ну в принципе в любую пехоту с мечами тоже можно можно атаковать где у нас тут находятся их пилигримы так лучники у них немножечко получается получается остаются без прикрытия получается остаются без прикрытия и надо конницы и стараться этот момент использовать ополчение где тут так ополченцы вот пилигримы да вот они воины пилигримы видите они наиболее конница конница атакуем отходим 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 вы что этого что это у вас должно быть дистанция стоять я забыл поставить забыл поставить расстреливаем расстреливаем так конники отходят эти врубаются в ряды смотрите лайка красавцы лучников сейчас мы заберем всех они больше раскидали конечно тут урона не столько много нанесли но тем не менее тем не менее здесь тоже неплохо все проходит час лучников прорядить и можно можно отходить отступать мне чтобы лучники не наносили много урона давайте конники вот сюда все конница это отступаем отступаем я не хочу воевать здесь кстати на пилигримов можно попробовать атаку на пилигримов можно попробовать атаку построение и на пилигримов и на пилигримов давайте посмотрим как это будет визуально выглядеть пилигримы остановились и врубается конница на всем скоку неплохо задние ряды выдержали этот удар этот натиск но не так это было эффектно как с копейщиками да так дальше конница 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 не нужно конница отступаем отступаем стрелять по генералу вообще не нужно вот вообще здесь конница удар все не надо не надо конницы вот нанесли удар да и надо отступать нанесли удар и надо отступать причина это просто ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты так давайте давайте врубаемся в пилигримов здесь расстреливают лучше копейщиков здесь давайте два стреляем по вот этим ребятам так отступаем отступаем по пилигримам нанесли урон все здесь копейщиков разложили с генералом сражаться не нужно вот вообще не нужно все конница вся вот сюда вся отходим вся отходим так дальше на пилигримов пилигримов мне удалось как-то так немножко нейтрализовать да это просто это просто круто это просто круто так копейщики копейщики стрелки блин стрелки вот сюда стреляем все стрелки стреляем вот сюда почему не стреляем почему не стреляем так здесь пилигримами разобрались да вот это круто вот это круто все генерал тут у них остался один посмотрите по показателям я получаюсь впереди я получаюсь впереди стрелки кидаем копейщиком атаку атаку пилигримы садники почему вы вот эти вот сюда вот эти вот вот сюда вот сюда так давай 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 у нас вроде как бы все все круто все круто все очень круто атаковать и генерала наверное не стоит пока не уничтожим их в армию пока не уничтожим армии здорово 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 стреляем 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 атаку их тут на самом деле вот посмотрите их осталось тут совсем совсем чуть-чуть и они уже фактически бегут как только мы их уничтожим да можно будет заняться уже генералом сначала генерала буду расстреливать а потом уже будем посмотреть так садники давайте вот сюда почему вы там все это медленно делаете бегут мои войска бегут мои войска но их осталось еще меньше и они тоже бегут и они тоже бегут так убираем стрельбу нет выбираем стрельбу и давайте мы сейчас все войска все войска какие-то иконы будем так лучники все лучники хватит стрелять берегите стрелы надо идти атаковать вот вот этого с этими справится конница с этими справится конница добьет всех копейщики отошли ну в принципе смотрите мы справились с армией мы справились с армией копейщики вот сюда сюда а здесь надо конницей добить добить во что бы то ни стало цвет ушла замечательно прекрасная победа прекраснейшая победа получилось удачно добиться этой победы только за счет того что разделил армии на части это раз нейтрализовал конницей паладинов лучников и их генерал где-то пустал скажем так неизвестно где да и мне удалось его тоже нейтрализовать и вот за счет этого очень ученик получилось здорово победа все теперь теперь же теперь же надо генерала это вас поймать и добить уничтожить во что бы то ни стало уничтожить во что бы то ни стало он не должен уйти возможно получится там его до чтобы он на 4 хода был лишен но его надо его надо убивать 2 не надо стрелять стоп 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 давайте мы как это так добьем почему все остановились не достает по дальности на жалко не видно ну-ка не видно его хп количество это плохо это плохо на мой взгляд это недоработка ну чтобы он не сбежал да а может быть получится это 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 основной генерал поэтому получится его убить на 4 хода будет нейтрализован и в это время я как раз таки восстанавливается мой генерал добиваю войска до конца ну что было полное если не 20 то поближе к 20 количество войске иду атаковать их основной замок нужен 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 уже ребятки что так долго где он тут так так и не видно так его не увидеть хотя бы по флагу можно определить вот он зажат туда генерал конечно сильный восьмой уровень наверняка прокачан то может быть на защиту на всевозможную я вроде бы кидаю и баф атаку до ускорение замедления скорость носика усиления носиком прикольно да а долго о все да вы держали вверх после боя успешно вражескими трупами по поле боя усеяно вражескими трупами а те кто уцелел третил бегут под раскатистый смех наших богов окончим бой решительная победа ребят решительнейшая победа как всегда лучники у меня тут настреляли очень даже неплохо копейщики так себя фактически не проявили так потери 168 у них 592 на очень все круто так надо дисциплина плюс 4 тут будет если беру деньги то казна уйдет в минуса берем либо дисциплину либо пополнение отрядов ну я думаю что пополнятся мои отряды а дисциплина на 5 ходов тоже не особо давайте пополнение отряда тогда ближайшие пять ходов я вряд ли тут что-то буду делать х он отошел так постоянно способность 7 перерождения восстановления здоровья бойцов хорошо так паладин у меня кстати прокачан кстати прокачан паладин и давайте он где то есть нанесение урона дополнительные причиняемые протери вот хорошо не дальше моя и женщина прокачалась женщина прокачалась и так существует винное удешевление содержание странствующие рыцарь эти колеса лицари дешевле здесь перемещение здесь дисциплина а здесь так контроль стоимость найма кстати говоря мне ее бы прокачать на стоимость найма чтобы она нанимала нам давайте вот так вот сделаем она подешевле нанимала далее тут три таких вот четыре единицы их надо уничтожить чтобы они не пополнили армию естественно я их автоматически авторасчетом уничтожаю восполняю отряды тут на три процента хорошо дальше еще уровень поднял как прекрасен этот мир посмотреть стоимость найма качаю стоимость найма и естественно ей буду нанимать сведения вот так так это как так навыков этого персонажа так сейчас секунду тут вот провинция до ли он с не сильно там большой гарнизон и армия не сильно большая но вот осадить мне во-первых не хватит хода но и надо восстановиться давайте восстанавливаюсь и нанимаю а сначала я наймусь своего генерала или не нанимать его или не нанимать его а подождать в любом случае я сейчас пока им не пойду в атаку просто потому что просто потому что войска еще не готовы ополченцы щиты ополченцы со щитами борьба с крупными целями защита от наиска крупных врагов со щитами с крупными целями наверное там нет ни у кого сейчас крупных целей вампиров только разве что но еще до вампиров пока конница нужна лорда этого нет навыка обед странствий поэтому содержание таких отрядов обходится очень дорого ну естественно я переведу содержание этих отрядов так сейчас я подумаю но в любом случае ополченцы щиты нужны для штурма армии их я могу нанять еще пять давайте копейщики вот вот эти вот вообще не как ну вот вообще не как давайте ополченцы щиты нанимаю даст контроль это тоже дает контроль и вот сюда давай переходим здесь даже контроль потому что это провинция сейчас все совсем-совсем печально дальше здесь я могу кстати говоря построить вот это вот здание c но она дороговато у деньгам не тяну лучше я остаюсь и здесь потому что через три года через три года будет у меня построен город городок и дастся свободная ячейка дней надо будет что-то будет строить поэтому пока остаюсь и здесь собираю войска и иду сразу следующим ходом следующим ходом через два хода племя зазубренных рогов интересное племя так вот располагаем размещаем точнее персонажа чтобы у нас тут контроль был нормальный и этого кстати говоря тоже надо вернуть вот сюда и пока сделать разместить его также чтобы был контроль ведь и плюс нет не идет плюс а у него нельзя разместить пока на следующем ходу только можно а вот здесь но здесь я понял что можно строить 9 так и теперь теперь моя задача построить трех вот вот этих вот всадников искатель игра аля в них борьба с пехотой они нужны однозначно по сути дело катапульты только не хватает для штурма конечно городов вот все 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 урон призвать налить лорда вот он наш на луан лиан кур я его нанимаю и собственно говоря это здорово следующим ходом я его подвожу к лангелю перед перевожу войска потому что конница которая находится в лангеле она будет сжирать просто очень много ресурсов денег золото я думаю что я уничтожу соперника без каких-либо проблем захвачу замок генерал их мертвый правда он успеет наверное восстановиться успеет скорее всего мирный договор они хотят давайте посмотрим что вы можете предложить нам одновременно с мирным договором пупу 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 стать фасалом так они хотят могут дать только 600 золотых вот ни о чем если честно мне проще захватить их мне проще захватить потому как с ними я уже и так в плохих отношениях они проиграли эту битву и хотят как-то реабилитироваться хотят как-то так чтобы я их не уничтожил содержание минус пять процентов для пехоты доход от усадеб плюс три процента хорошая вещь очень нужное жесткое дело урон оружием плюс 20 процентов для всех армии всех фракций так здесь вот мы прокачали полностью это круто так 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 геральдика артуа кстати давайте-ка я сейчас обзор фракции своей война с варпирами кармштайном нет давайте артуа посмотрим как у нас арту обстоят дела плане смотрите конфедерация предложите другой фракции вступить вашу конфедерацию в случае согласия данной фракции объединится с вашей к вам перейдут все ее поселения и некоторые армии учтите что это может привести к уменьшению вашей прибыли вот да это это прошло после того как я там одно поселение это произошло после того как я исследовал одну вещь приняли наше предложение по деньгам сейчас давайте мы просто проверим что у нас тут происходит сейчас я посмотрю тут мордочки только с империей у меня доступна цель взаимодействия не надо мне пока с империей вода видите минус 2000 минус 2000 контроль плюс 5 так за счет содержания армии достигнута так конфедерации сейчас мы будем разбираться да конечно же посмотрите какая тут армия просто огромная армия на ее содержание уходит просто огромное количество средств поэтому давайте мы подумаем как нам это минимизировать первое здесь опять таки все сделано на то чтобы нанимать войска снос этой постройки даст нам 3000 сносим сносим вот эту постройку я пока буду оставлять не хочу это не будет у меня военной провинции военная провинция будет у меня вот здесь вот провинции вообще военной провинции надо сделать там где есть хотя бы там я не знаю в провинции не два поселения да а хотя бы три чтобы там все можно было нормальненько построить все нужные здания хотя нет ну да достаточно даже два если честно поэтому вот у меня будет основная провинция потому как тут уже прокачано да я не вижу смысла строить во всех провинциях военные здания потому как я не буду там везде нанимать все в подряд так здесь по деньгам будет приход это здорово это здорово так мой персонаж давай краю суда остановись ты потом передашь войска ты потом передашь войска так армии у меня теперь много и вот как бы эту армию можно спокойненько бы отправить знаете куда на вампиров на вампиров где тут этот фон карман штайн вот он да так 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 ладно сейчас подумаем давайте мы сейчас посмотрим что здесь можно геральдика параворна обратим внимание что у нас с параворном как у нас обстоят дела как у нас тут идет в этом плане дружба на параворна странно параворная чуть вообще не вижу наверное он еще не открыт я и не помню где или он уничтожен уже или он уже уничтожен ладно разберемся ну вот с армией что-то надо делать чтобы минус был не таким большим надо уволить хотя бы вот ополченцы с копьями так вот конные ёмины они слабенькие они во первых вот вот эти вот ребята пинок под зад раз пинок под зад два не буду держать у себя дешевые ненужные войска которые просто будут уничтожаться легко и просто я и буду пока пинком под зад нужно сократить сократить армию ровно настолько чтобы здесь был разница вот в этих войсках вот здесь вот копья вот здесь вот копья чтобы вход не пошел в минус чтобы уход не пошел в минус то ты 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 да вот все на самом деле вот он ход этот сделан здесь провинция идет плюс 4 давайте он расположен кстати говоря расположен здесь расположен и здесь расположена ну и давайте выбираем исследование исследование и вот параворно пара пара вон пара вон или богаделья дисциплина и рост дело в том что если я здесь пойду то здесь как бы у меня геральдика лионеса я его захвачу но зато геральдика бастони до геральдика бордела пара вон он уже был где-то где-то вот здесь насколько я помню я уже забыл если честно если честно я уже забыл и так как его нету политическая арене здесь да он скорее всего уничтожен в общем в общем давайте я решил надо нам исследовать вот для толк крестьян дисциплина рост он очень хорошо над зверолюдами лесные эльфы морские хаос нежисть весь нежитью я буду воевать и я воюю давайте тогда все вот определился с исследованием против нежити короче в общем сейчас это исследование ну а теперь в принципе на этом я буду заканчивать ребята всем спасибо что смотрели очень хорошая получилась серия я победил я нарастил войска я сделал а присоединил к себе поселение это очень здорово это будет экономическое у меня поселение единственная нанимать буду здесь катапульты и я думаю что в следующей серии я захвачу лионез и подумаю подумаю над тем чтобы воевать с музей льоном вот так вот вампиров надо будет уничтожить на этом всем спасибо ребята что смотрели всем спасибо за подписку и лайк всем добра ребят с вами был алексей и пока пока